Продолжаем наш эксперимент. На этот раз эксперимент более предсказуемый, потому что более понятная для меня культура – лимон. Какой именно лимон из всего многообразия садов? Лимон-маяк. Лимон-маяк – это очень вкусный, тонкокорый, оранжевый, желтый или оранжевый плоды. И еще его здесь, в частности, в Казахстане называют ташкентским. Но все-таки есть мнение профессионалов, что лимон-маяк – это ташкентский одно и то же. Потому что ташкентский называется потому, как в Узбекистане традиционно сильна культура лимоноводства с советского времени. И уж так пошло, так повелось. Смотрите, листья огромные у лимона. Листья сильно испаряют. Поэтому, если оставить так, листья целыми. Нужно либо каждый день очень сильно плясать вокруг них, опрыскивая, сохраняя их влажность, либо использовать искусственный туман, либо, как я это делаю, укорачивать. Укорачиваю очень сильно, оставляя от листа в первоначальной площади третий. Вот так каждый листик безжалостно режем ножницами. Сейчас еще обращу внимание на один момент. Ближе к основанию черенка листья удалены полностью, чтобы не допускать касания листьев и субстрата, и не способствовать, опять же, не повышать шанс на образование плесени. Потому что в закрытом пространстве мини-теплички плесени только дают шанс. А шанс это скученность растений, соприкосновение. Шанс это наличие мертвых сухих веточек или листьев. Дай только шанс, и через неделю уже может быть толстая шуба из белой плесени. Поэтому режем. Обращаем внимание на то, чтобы внутри были только живые листья, никаких сухих кончиков, никаких сухих листьев, сухих веточек. Потому что можно в течение недели получить разгул грибов. Плесени, то есть. Плесень это грибное поражение. Растений или субстрата, или сухих, сухого материала. Режем, режем. Еще раз повторюсь. Субстрат я пролил препаратом. Также препятствующим образованию плесени. В моем случае это аллерин. Это может быть фитоспорин. Как еще называется то, что нам советовалось? Триходерма. Триходерма. В профессиональном цитрусоводстве очень хорошо. Люди знают об опасности, которые унесут грибы и плесени. Поэтому широко приемлиняются фунгициды на всех стадиях выращивания. И полив субстрата проводится фунгицидами и опрыскивание по листу. Я это знаю точно, потому как в основном занятии я переводчик. Я общаюсь с людьми, которые выращивают цитрусовые профессиональные. Это американцы в штате Калифорния, это бразильцы, испаноговорящие люди. И фунгицидами, и прочими препаратами обрабатывают по протоколу. Буквально каждые две недели обработка. Фунгицидами, инсектицидами и разными другими веществами. Так, заговорился. Цель наша проверить, проверить работоспособность такого красивого стимулятора. С красивым названием RADIGRIN. Green это понятно зеленый, ради от латинского RADIX. В предыдущем эксперименте я использовал RADIGRIN для укорененных хвойных. В этом эксперименте я буду использовать препарат для укоренения цитрусовых, лимонов и чего-то там еще. Так, палочка, палочка, палочка. Повторюсь, для того, чтобы снизить риск возникновения плесени, растения будем сажать так, чтобы они желательно не соприкасались с листьями. Дальше. Череночки у нас подготовлены. С нижней части листья удалены. А сами листовые пластинки укорочены. Так, чтобы осталось буквально треть и снизилось испарение из черенка. Традиционно срез делаю наискосок, чтобы увеличить площадь потребления воды, площадь образования калуса, ну и, соответственно, количество образующихся в итоге корней. Потом череночек обмакиваем в укоренитель, в стимулятор. Помещаем субстрат, уплотняем и идем за следующим череночком. Здесь я делаю все гораздо увереннее, чем с хвойными, потому что цитрусовые для меня, в принципе, понятнее. Мне очень хочется, чтобы эксперимент удался и в плане цитрусовых, и в плане хвойных. Но вот именно с цитрусовыми, за счет того, что я с ними более знаком, именно с цитрусовыми уже изначально у меня уверенность больше и ожидания. Ожидания такие, что все получится. Срез наискось, в ямку и все. Дальше обготовленный контейнер-вкладыш мы помещаем в большой контейнер, который также потом закроют крышкой. Также помещу на стеллаж. Также буду проводить проветривание и окрескивание. Для цитрусовых приукоренений очень важно, чтобы листики постоянно были влажными, чтобы на них была водяная пыль, то есть, чтобы черенок не испарял, сохранил в себе, сохранял максимальное количество влаги, оставался живым в течение того времени, пока у него нет корней. А уже после того, как корни образуются, он начнет пить корнями. Так. Забыл. Раз, два, три. В субстрате у меня находится примерно сантиметр длины черенка. Опять же, это из тех соображений, что корням для образования и развития нужен воздух. То есть, воздух отсюда, воздух снизу, воздух снизу и с боков. Через проделанные мною отверстия. Проделанные паяльником. Все для того, чтобы способствовать появлению замечательной картинки. Я надеюсь, что эти черенки нам через месяц покажут такую же красивую бороду корней, как как на картинке. А еще больше я хочу такую бороду корней. Потому что корни для цитрусов, да и вообще для растений, это фундамент. Хорошие корни, хорошее развитие растений. Соответственно, удовлетворение каких-то наших ожиданий по поводу развития, по поводу дальнейшего урожая. второй контейнер подготовлен. Дальше третий завершающий. острым ножом. В принципе, можно это было делать секатором. Опыт такой у меня есть. Но нож дает более более ровный, более правильный срез. Срез должен быть желательно очень сильно, желательно без разлохмачивания. То есть, это должен быть именно срез. Желательно одним движением. Чистый срез способствует именно образованию калуса, ткани, которая нарастает на ранке, а потом уже и корней. А вот если разлохмачивание среза, то это может опять же способствовать развитию каких-то негативных вещей, как плесень, как подгнивание, и снижать вероятность успешного исхода, успешного результата. Почему-то мне оказалось, что 6 черенков. А тут всего лишь 5 уже. Хорошо. Итак, повторюсь. Чистый срез, срез наискось, чистый срез одним движением. Срез обмакиваем примерно на сантиметр, на полтора, на два укоренитель, помещаем в ямку, уплотняем, чтобы он хорошо контактировал с субстратом и чтобы хорошо они сидели на своих местах. Срез, обмакивание, ямка, уплотнение. Лимон Мейера, черенкование, 25 ноября, 2021 года. Через месяц, через месяц не просто поставил и забыл, а через месяц ежедневных ревизий, опрыскивания, нахождение в адекватных условиях, свет, тепло и влажность. Через месяц я собираюсь показать, что там получится. Надеюсь, это будут замечательные корни. Закрываем. Напомню, меня зовут Александр. Я маньяк по цитрусовым. О своих экспериментах я рассказываю на страничке инстаграма цитрусалматы. Да, еще два эксперимента я собираюсь поставить с этим же самым симулятором, но с другими культурами. Это будет крупнолистный мирт и это будет лавра. Но их я собираюсь провести в более привычной для себя и традиционной для моей странички форме в форме фото текст. Фото текст. Если интересно, заходите на страничку, смотрите. На сегодня все. Поехали. Продолжение следует...